И в этом выпуске речь пойдет о самой, пожалуй, болезненной теме, волнующей как опытных, так и начинающих коллекционеров монет. Проблема всеобъемлющая, речь пойдет о копьях. Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики и гости канала Заметки Нумизмата. Сегодня с вами я, Алексей Шуйков, автор и руководитель нумизматического проекта Пол Полушкин. И в этом выпуске речь пойдет о самой, пожалуй, болезненной теме, волнующей как опытных, так и начинающих коллекционеров монет. Неважно, какого периода и направления, ибо проблема глобальная и проблема всеобъемлющая. Речь пойдет о копьях, подделках или, говоря обиходным языком, извиняюсь за низкий слог, о фуфле. Мне, как эксперту, курирующему и консультирующему в том числе и популярную торговую площадку auction.ru, ежедневно приходит множество жалоб на тот или иной выставленный лот, подозреваемый в неподлинности. И, к сожалению, 99% обращений оказываются небезосновательными. Конечно же, с этим надо что-то делать. И я предлагаю вам, дорогие наши друзья, начиная прямо с этого выпуска и далее, посмотрим, насколько это все растянется, попытаться разобраться в этой теме, научиться различать подделки от подлинников. И стартуя с азов, и с каждым выпуском, погружаясь все глубже и глубже в нюансы и тонкости, мы с вами попробуем во всем этом разобраться. Начнем! Итак, самые простые подделки. Китайская кустарная промышленность. Вот мы видим на этом планшете. Китайская промышленность, вооружившись лозунгом «даешь мега редкости каждому коллекционеру», наштамповала массу подделок нелепых, смешных и, в общем-то, вполне безобидных. Но и они могут нести заблуждение нумизмата, особенно того, кто делает только первые шаги в этой интересной и увлекательной области. Мало того, такой печальный первый опыт может оттолкнуть человека от дальнейшего увлечения своим хобби. Купив такие, в кавычках, раритеты, обычно предающиеся с виду, опять же, в кавычках, безобидными пенсионерами божьими одуванчиками, можно расстаться с довольно-таки значительной суммой. Давайте же разберемся в этих изделиях на живых примерах. Вот они, красавцы, раритеты на ваших экранах. Многие экземпляры, особенно те, что отличаются сложным рисунком, с первого взгляда не выдерживают никакой критики. Абсолютная не схожа с оригинальной монетой, которую эта подделка безуспешно пытается копировать, выдает саму за себя. Но некоторые экземпляры, стоит признать, вполне удались. Например, вот такой вот рубль Анны и Анны, портретом работы Теодора Левкена. Я сейчас нередко замечаю его в продажах на разных торговых интернет-площадках. В разной степени доработанности, с наложенной патиной, или же наоборот, представленной как чищенная случайная находка. Самое смешное, что самые первые партии китайского нумизматического искусства разгадывались на раз-два при просмотре гурта. Он был либо абсолютно гладок, либо нес на себе вдавленную надпись, копирующую ту, что была на рублевиках второй половины 19 века. И неважно, ефимик это с признаком, петровский рубль Гуэна, или гостник Александра Первого. В этом-то и заключалась легкость определения копии, даже для самого неискушенного намечка в нумизматике. Но, к нашему сожалению, производители быстренько научились менять гуртовое оформление на более-менее соответствующие оригиналам, и стало определять все сложнее и сложнее. Итак, признаки подделок начального уровня. Одинаковая серая патина, но будьте бдительны, мошенники при продаже могут ее смыть, или же наоборот усилить, специально затемнив или загрязнив лжемонету. Второе. Грубый примитивный рисунок. Открываем архив любого крупного солидного аукциона, ищем схожий по параметрам лот и сравниваем. Есть отличия. Отказываемся от покупки. Да, может быть иная штемпельная разновидность, особенно в 18 веке. Но новичкам уповать на это я крайне не советую. Третье. Это гурт. С 18 века все просто. Плоский, правильной формы. Стоп покупки. Не соответствует каталогу. Стоп покупки. С монетами 19 века сложнее. Особенно новичкам. Стоит тщательно и подробно постравнивать его под увеличением с заведомо подлинным оригиналом. И не верьте никому, кроме себя. Вам будут рассказывать байки о том, что поддельные червонцы не стоят на гурте, или что копии не дают звона при ударе. Это все прошлый век. Дают и еще какой. Вот сами послушайте. Звучит? Звучит. Звенит? Звенит. На сегодня это все. Надеюсь, уважаемые зрители, первый вводный урок посвящения в нумизматические эксперты оказался полезен. И вы подпишетесь на продолжение наших встреч. А я, в свою очередь, обещаю вам эксклюзивную информацию, которая поможет вам самостоятельно оценивать подлинность монет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин